всем привет друзья сегодня у меня в ремонте iphone 11 будем менять дисплей заднюю крышку вместе с корпусом приступим к ремонту для начала открутим два нижних винта отверткой звездочка и будем аккуратно вскрывать наш дисплей подливаем немного спирту между рамкой дисплеем и аккуратно продеваем железную пластину потом проводим пластиковым спунжером по всему периметру дисплея аккуратно вскрываем его отщелкивая все защелки по периметру open iphone 11 открывается у нас в правую сторону откручиваем все винтики на прижимые пластине чтобы отсоединить дисплей и аккумулятор отщелкиваем наш дисплей пластиковым спунжером и будем переносить верхний динамик на новый дисплей снимаем все пленочки с нового дисплея чтобы они не мешали и начинаем откручивать наш верхний динамик соблюдая строго последовательность винтиков и их раскладываю на столе в той же последовательности чтобы не забыть и аккуратно снимаем верхний шлейф можно немного поддувать феном но я сниму так вот мы сняли верхний динамик и на нем у нас находится датчик трутона и face id также снимем пластиковую пластину которая выравнивает камеры перенесем ее на новый дисплей и также вставим обратно наш верхний динамик с датчиками и закрутим в той же последовательности как у нас они и были откручиваем прижимную пластину аккумулятора отсоединяем акб подсоединяем наш дисплей для проверки на работоспособность нашего дисплея проверяем наш дисплей по всему периметру экрана чтобы экран везде мог хорошо реагировать и также в настройках видно то что у нас появилось сообщение о замене экрана но это ничего страшного на работоспособность это никак не повлияет проводим значком по всему периметру экрана и видим то что дисплей полностью работает разбираем наш телефон и отсоединяем аккумулятор а потом дисплей отсоединяем шлейфы камер и откручиваем прижимную пластину чтобы вытащить блок камер настегиваем все шлифа чтобы вытащить face id и соединить и вытащить нашу материнскую плату из корпуса аккуратно убираем все шлифа и вытаскиваем нашу материнскую плату также отсоединяем сим лоток и вытаскиваем его и убираем в сторонку подливаем ножка из-за пропилового спирта чтобы клей под аккумулятором немножко размяк и также накручиваем скотч на пинцет чтобы вытащить наш аккумулятор так не получилось будем пробовать вытаскивать его пластиковым спунжером который у меня лучше всего получится сделать откручиваем все винтики которые держат шлейф вайфая и аккуратно отклеиваем его дальше отклеиваем шлиф кнопок для этого использую тонкую пластиковую лопатку и спирт чтобы подлезть под шлейф и аккуратно извлечь его из корпуса телефона без повреждения также подливаем спирта для чтобы клей который приклеен на корпус размягчился или можно было легче снять его также использую ту же пластиковую лопатку чтобы вытащить шлейф блютуза выклеиваем шлейф вспышки и кнопки включения откручиваем нижнюю прижимную пластину чтобы добраться до фибромотора динамика и нижнего шлейфа зарядки вытаскиваем наш нижний динамик выклеиваем его аккуратно ничего не повредив откручиваем все винты которым держится нижний шлейф зарядки и вытаскиваем его до новых встреч! до новых встреч! когда все вытащили старого корпуса берем новый корпус и собираем все в обратной последовательности действий как и разбирали ставим сначала нижний шлейф зарядки закручиваем все на винты ставим динамик и ставим фибромотор тептик энджин и закручиваем винтами прижимную пластину в той последовательности как и раскручивали ставим сим лоток и также закручиваем его не винты бочонки и продолжаем сборку дальше ставим нашу вспышку с кнопкой включения и закручиваем кнопку на винты дальше вставляем сим лоток возвращаем шлейф кнопок плюс и минус качать переключения громкости на свое место и закручиваем в той последовательности как и откручивали также возвращаем шлейф модуля вайфая закручиваем его на винты той же последовательности возвращаем нашу материнскую плату в корпус вставляем ее и аккуратно поднимаем все шлейфа которые мешают чтобы материнская плата плотно прилегала корпусу защелкиваем все шлейфа и закручиваем ее винты возвращаем нашу камеру на место предварительно почистив ее от пылинок закручиваем ее на прижимную пластину возвращаем также фронтальную камеру с датчиками psd и трутона для аккумулятора приклеим клейкий стикер и прогладим его со всех сторон вставляем аккумулятор и проглаживаем его в корпусе чтобы он приклеился вот телефон уже почти готов осталось наклеить новую влагозащитную проклейку подключить дисплей и проверить все функции на телефоне защелкиваем аккумулятор и закручиваем прижимную пластину подключаем наш дисплей и также закручиваем все на прижимную пластину перед тем как закрывать телефон проверим весь функционал и работоспособность зайдем в камеру проверим работает ли она все хорошо и также проведем приложение по всему экрану все работает если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях ваши вопросы всем спасибо всем пока пока